Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и сегодня поговорим на несколько тем, у нас будет такое некое балабольное видео, не знаю, буду ли я какие-то действия делать или нет, но ты всё равно, пожалуйста, поддержи, поставь лайк, и вообще, я благодарен, ребят, несмотря ни на что, даже вот я взял, загулял, полмесяца уже нормально видосы не выпускаю, если выпускают, то ночью, непонятно какие, вы всё равно смотрите, вы всё равно поддерживаете меня, приходите всё равно на стримы, и даже оформляете спонсорские подписки и поддерживаете донатом, реально, ребятушки, конечно, я не хочу сейчас, типа, подлизывать задницу, как делают это многие блогеры, там, я вас всех люблю, вы мои самые невероятные друзья, вот, и знаешь, так булки раздвигаешь, вот так вот, и такой, вот это вот всё, я, конечно, делать не буду, но, тем не менее, осторожно попробую сказать так, что у меня, наверное, самая лучшая аудитория на свете, ну, по крайней мере, потому что она моя аудитория, как минимум, но спасибо вам, ребят, всем огромнейшее спасибо, кто даже просто берёт и смотрит, не зарегистрирован на ютубе, и даже, там, не может ни дизлайк, ни лайк поставить, ничего, ладно, не суть, подниму несколько тем, а, во-первых, что там с халявой, это я уже хотел поговорить давным-давно, ребят, давным-давно, но просто, как-то, пока я был в затмении от битвы замков, всё равно подсчитывал, конечно, ваши комментарии, да и на стримах видишь сообщения, очень много жалоб было по поводу того, что, да, вот, замковладелец, награды на замковладельца плохие, халявы мало, одно, второе, третье, вот, знаете, мы привыкаем к хорошему, ко мне пришла мысль, и некоторые воспоминания, когда мы радовались тому, что нам просто дадут 200 самоцветов после выхода обновления, а сейчас просто постоянно сыпется халява, и мы, конечно же, этому не рады, ещё раз я вам хочу напомнить о том, что, ребята, пускай вообще не дают халявы, пускай ни одного бесплатного самоцвета не дадут, но главная вещь заключается в том, что... Ну вот, спасибо, спасибо, женщина, вот ты видишь, что я видео записываю, нужно обязательно прийти и сказать мне, что вот там горит дом какой-то, мне плевать, что там дом горит, я записываю видео, не мешай! Слушай, я даже это вырезать не буду, вот, вы должны всё знать, как происходит у меня, понятно вам? Ладно, не суть, я даже сбился с мысли, там какой-то дом горит, снова пожарные, вообще очень хорошо, что пожарные приезжают, если бы не приезжали, было бы грустно, но не суть, надеюсь, что будет там у всех всё хорошо, просто тут недавно дом горел, и там двое людей потом, по сути, остались без жилья. Ладно, я вам что хочу сказать, пускай вообще ни одного бесплатного самоцвета нам давать не будут, главное, чтобы обновления хорошие были, локации продуманные, награды за локации были прикольными, понимаешь? Не в халяве счастья, понимаешь? Халявы в игре, по факту, если смотреть объективно, с каждым месяцем становится всё больше и больше, но это никаким образом не решает проблемы оттока игроков, потому проблема игры, самое главное, не в том, что халявы мало, или она какая-нибудь плохая, Хотя, да, я и сам люблю порой побомбить по этому поводу и сказать, что вот, лучше бы вообще ничего не давали, чем это, но не суть, проблема заключается именно в непродуманности локации, в непродуманности, скажем так, наград на этих локациях, и как бы много-много-много-много вещей, которые нужно изменить и улучшить, но, к сожалению, этого не делается. А постоянное увеличение халявы не добавляет всё-таки игрокам интереса к игре, потому, перед тем, как ныть по поводу халявы очередной раз, лучше понойте где-нибудь там в официальной группе или ещё где-то, вот, техподдержку, по поводу того, что, ну, блин, пора бы какую-нибудь локацию изменить, да, там, гильдии переработать, здесь можно добавить статистику, здесь можно добавить, к примеру, да, 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 да фига чего можно добавить, просто, тут полёт фантазии невероятный, статистика на атаке фартов, там, увеличение наград тем, кто находится в топовых гильдиях, чем выше гильдия, тем больше награды, там, какие-то внутренние конкурсы среди гильдий, там, поднятие активности, короче, дофига, дофига чего можно изменить, понимаешь, дофига, дофига можно сделать в игре, просто мотивировав игроков объединяться, а не плодить плюс 100-500 гильдий, ради непонятных причин, как бы, и гильдий стало бы меньше, но они стали бы сильнее, в них бы стало интереснее играть, и разброс на битве гильдий, на атаке фартов уменьшился бы, потому что стало бы меньше гильдий, и сила выровнялась бы, но это, конечно, отдельный вопрос, я вам просто для примера говорю, вот, потому, тему с наградами, давайте закончим, вот, единственное, что, мы вот это вот можем получить, собери сам, я не участвовал, парящий остров у нас закрыт, на столке у нас нету, есть обожание героев, магическая рулетка, кстати, перейдем еще на яйцо, тоже халяву заберем, магическую рулетку я уже сегодня, друзья, тоже забирал, дальше, тема, которую хотелось бы обсудить, это, да, кстати, халява, вот, акция возвращения домой, и это такая, знаете, по факту жалкая попытка вернуть старых игроков в игру, но тем не менее, я знаю, что какие-то игроки возвращаются, я не знаю, какая причина этому, вот, недавно у меня выходило видео на канале, вот, предыдущее, в котором у меня был аккаунт игрока, который год не играл, там, прям, пипец творится на аккаунте, и я не знаю, по как, ну, как, типа, почему, может, вот, там, разработчики мотивировали, да, чем-то, но я сомневаюсь, ну, вот, просто, просто человек вернулся, вот, на стримах у меня такие люди бывают, не суть, ребята, хочу вас попросить, как и в прошлый раз, я сейчас не особо, скажем так, доначу в игру, от слова совсем, может быть, в следующем месяце, если будет все лучше, буду что-нибудь закидывать донать, короче, нужны самоцветы, нужны халявы, я даже сейчас не интересовался, что дают, ну, походу, наверное, как и в прошлый раз, потому, давайте, тут можно накрутить самоцветов, 25 тысяч только, да, вот, мой код, это основного аккаунта, я оставлю в описании, потом перейдем на яйцо, и там я тоже этот код покажу, ребятушки, кому не сложно, у кого есть забытые аккаунты, заходите, вот, вводите код, и, как бы, вам какая-то там награда придет, вы что-нибудь поролите, и мне какая-то награда придет, и это реально как нужно и одному, так и другому аккаунту, я вам заранее благодарен, единственное, что это уже поздно, да, там, я думаю, вы там, может, другим ютуберам помогли, или каким-нибудь своим твинкам, ну, не суть, может быть, там пару тысяч самоцветов придут лишних, я буду бесконечно этому рат, особенности на яйце, и это, по сути, не донат, это, вот, легальная возможность получить какие-то лишние, ребята, ресурсы на аккаунте, и, как обычно, если найдется 25 человек, которые по полной помогут на основном аккаунте, по полной помогут на яйце, то я замучу какой-нибудь стрим-марафон, это на часов 12, это единственное, что, наверное, могу для вас сделать, потому что очередной раз обещать то, что я буду бесконечно, вот, выпускать видосы и делать это часто, я, к сожалению, не могу, я сам себе каждый день даю обещание, что, вот, я соберусь, начну бомбить, и не только на этот канал, но, к сожалению, все никак не получается, но, тем не менее, стрим-марафон проведу, и, конечно, наверное, все-таки не по битве замков, но, потому что вы помните прошлый стрим, ну, как бы, реально, 12 часов в битве замков сидеть сложно, может быть, будет 6 часов в битве замков, потом 6 часов в каких-то других играх, это все можно обсудить, это все можно обдумать, посмотреть, что будет по настроению, вот, так что, ребятушки, я на вас надеюсь, давайте зайдем на яйце, во-первых, зайдем войти в игру и получить приз, да, это заберем, у меня, походу, все скинулось, короче, где-то один день пропустил, и это, конечно, грустно, от этого хочется плакать, но не суть, так, здесь карта баг, держать победу в трех подземельях, давай, надо, кстати, дальше развивать яйцо, у нас целая куча героев, которых можно прокачать, но проблема, да, проблема заключается в том, что нету самоцветов, и вы, конечно же, мне очень помогли бы, потому что, как вы знаете, на яйцо я принципиально не доначу, это у нас рубрика бездонатная, без вложений бабулесов в аккаунт, вы об этом все прекрасно, надеюсь, знаете, если кто не видел всех видосов, есть отдельный плейлист на канале, но, возможно, туда какие-то забыл видосы включить, но не суть, как бы, историю восхождения бездонатного аккаунта, которого почти я не фармлю, точнее, когда-то фармлю, когда-то нет, елки-палки, вся, вся на канале, ребята, при большом желании, при большом желании, вы всегда все найдете, найдете, заходим мы, знаешь, куда, а, вот, заходим мы, возвращение домой, вот, посмотрите кодик, я обязательно эти кодики все пропишу в описании, дальше, магическая рулетка, еще, что мне хотелось бы сказать, а, это видео выходит глубокой ночью, вряд ли, да, как бы, почему не соберем, потому что это видео вообще вряд ли, наверное, кто-то посмотрит, вот, и плюс, возможно, если вы, конечно, поддержали все это дело лайками, может, сегодня я буду ночью стримить несколько часов, вот, играть в какую-нибудь Старков, чисто такая, знаете, своя атмосфера, вот, ламповая, онлайн будет маленький, но, тем не менее, если что, приходите, потому что игра реально интересная, сложная, мужицкая такая, мужицкий экшон, экшон, экшонистый. Ну и, наверное, последняя тема, которую хотелось бы мне обсудить, и это, на самом деле, позитивная тема, она заключается в том, что нам, походу, добавят только одного героя в этом обновлении. Сразу же хочется подумать о том, а где же спрятана ложка дегтя в этой бочке меда? Ну, разработчики что написали? Разработчики написали достаточно простую вещь. Замковладельцы, обновление Castle Clash не за горами. В нем вас будет ожидать различные нововведения и исправления. Несколько подробнее, о которых мы расскажем в следующих анонсах. У меня уж, прямо, извините, отрыжка пошла наверх. Вот как по поводу обновления заговорил, я как вот, я просто пытаюсь себя не настраивать на позитив, потому что, знаешь, надеется на что-то, а потом они возьмут тебя и снова обломают. Тем временем, новый герой и суперпитомец уже готовы доблестно служить под вашим началом. О божечки, спасибо. Но, во-первых, тут два очень важных, нужных момента, на которые стоит посмотреть. Опять же, для вас никого это не будет секретом. Вот, новость уже опубликована давным-давно в клубе игроков Castle Clash в Телеграме и ВКонтакте. Вот, потому те, кто интересуются новостями, они все прекрасно знают. Но я выскажу свое неподкупное диванно-аналитическое проперженное кресло мнение. Первое мнение и позитивная вещь заключается в том, что, ребята, обновление все-таки будет. Ребятушки, обновление все-таки будет. Вы, конечно, будете смеяться, но, тем не менее, коронавирус... Коронавирус, да. Вот, это та вещь, о которой не хотелось бы мне говорить, потому что я не являюсь никаким экспертом, да, и хайпить на этой теме тоже не хотелось бы. Но, тем не менее, можно отметить тот факт, что, как бы, вот эта вот проблема, которая сейчас появилась в Китае, она затрагивает очень многие сферы жизни. Потому что Китай — это одна из сильнейших экономик мира, и когда там происходят, скажем, такие проблемы, вот, эпидемии, то это укается везде. Ну, вот, к примеру, сейчас отменили выставку электроники МВЦ. А так как мы знаем, что IGG — это такая, вроде как, китайская, сингапурская, канадская какая-то фирма, но, вроде, там, вот, самое главное в Китае у них там находится, то у меня были опасения, которые заключались в том, что, ёлки-палки, возьмут, короче, не выпустят обновления. Может быть, типа, в офисах, где занимаются обновлениями ребята, как бы, туда не ходят работники из-за эпидемии, из-за карантина, ещё чего есть. Ну, сами знаете, как это бывает, потому что очень много сейчас компаний реально не работают, там, и даже в больших городах, и не только в эпицентре распространения вируса. И я боялся в том, что, ну, разработчики не подоспеют вовремя с обновлением, или мы возьмём, может быть, месяц, поживём без обновления, и, как бы, пока они не перестроятся. Но, раз, всё-таки, приходят анонсы по поводу обновы, значит, всё-таки не зря у них офисы находятся по всему миру, потому что компания достаточно странная, её можно заподозрить в отмывании денег, потому что у них офисы и в Беларуси, и в Канаде, и в Сингапуре, и там, ещё, США. Я могу где-то ошибиться, но, по факту, реально, у них много офисов в разных странах, и, на самом деле, это хорошо, хотя компания немножко странная, вот, но, тем не менее, видите, обновления выходят в срок, и, пожалуйста, тоже не надо там в комментариях писать о том, что, вот, надоели эти обновления. Нет, ребятушки, каждое обновление — это надежда для нас, надежда на том, что вдруг игра станет лучше. Конечно, эти надежды в 99% случаев не оправдаются, но, тем не менее, мы можем верить и надеяться, и, как бы, это всегда хорошо. Нужно ждать лучшее, вот, как бы, ну, понимать, что может случиться худшее. И второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, и, ёлки-палки, похвалиться, вот, похвалиться, точнее, порадоваться, порадоваться по поводу того, что выйдет только один герой. Я не знаю, что случилось. Может быть, это реально, да, проблема из-за вируса, и они, там, второго героя не успевают доделать, но выйдет только один герой, и я надеюсь, это не будет донатный герой, это будет бесплатный герой. И, почему они так решили, непонятно. Может быть, они послушали наши отзывы, наши бомбежки, они поняли, что они немножко поборщили, и, ну, как бы, это круто. Как бы там не было, но это круто. Но мне кажется, что, ну, 50 на 50, это, скорее всего, разовая какая-то акция, что они выпустят только одного героя, и, и, как бы, а дальше пойдет все по старой схеме. Мне почему-то кажется, что будет именно так. Но мне хотелось бы надеяться, что я, конечно же, ошибаюсь. И добавят нового суперпитомца, от которого, ну, ни тепло, ни холодно, у меня нету рис... Я не говорю, что они бесполезные, да, они крутые, они там нужные, и вот все вот в этом духе. Но фишка заключается в том, что в полной мере этих питомцев, грамотно прокачивая и грамотно используя, могут этим питомцам радоваться топ-игроки, которые вкладывают дохренища бабла в игру. Потому что, конечно, даже вот на своем основном аккаунте, там, где у меня зачастую бывает такой средний донат, у меня почти герои все есть, но я там не могу похвалиться тем, что я могу прокачать суперпитомцев на какой-то приемлемый уровень. Про яйцо бездонатное я вообще, ребятушки, молчу. Ну, пока что по поводу представящего обновления мы знаем, что будут исправлены какие-то ошибки, будет что-то изменено. Но самое главное то, что будет один герой только, и это вроде как подтвердили на официально-неофициальном уровне. Вот, и из-за этого хотелось бы порадоваться. Поднять, поднять почти пустую бутылку с минеральной водой. Пью за IGG, и обновление выпускают, и выпускают только одного героя. Спасибо вам за это, но... Но все-таки хотелось бы надеяться, что не будет такого количества ложек дегтя в обнове, что весь позитивный расклад по поводу того, что выпускается только один герой, для нас станет незначительным. То есть, ну да, выпустили одного героя, зато всякого говна добавили в обновление. Мать моя родная, понимаешь? Надеемся, что все будет хорошо, уже середина месяца, и я думаю, что даже не середина, уже 17 число, елки-палки. Мне 20-го платить за аренду квартиры. Уже, елки, уже, уже пора бы и выпустить обновление. А на этом все, пишите в комментариях все, что вы думаете. Не забываем поддерживать, ну, хотя бы вот я в описании и в комментариях оставлю коды моих аккаунтов. Яйца, да, акция «Возвращение домой», «Возвращение домой», вот это вот все я оставлю в описании, ребятушки. Кому не сложно, подсобите, особенно на яйце, потому что на яйце нужны ресурсы. Как вы понимаете, я донатить не могу вообще, ни одного самоцвета не могу здесь купить, потому что у нас действует правило, что это бездонатный аккаунт. Всем пожелаю огромнейшей удачи, спасибо, кто меня поддерживает, спасибо, кто оформляет спонсорские подписки. Пока!